привет друзья многие смотрят на абстракцию и уверяют что они тоже так могут могут но не так в картине если вы возьмете краски и напишите ее может недоставать какого-то знаете изюма а изюм получится только тогда когда у вас будет определенный багаж знаний поверьте только знаете что краски затягивают будьте аккуратны несложно догадаться что сегодня мы будем говорить о художнике абстракционисте он британец его формат от маленького до огромного в общем говард ходжкин нет он не ходжкин он ход дыжкин просто говорить как-то неудобно и получается ходжкин сегодняшнего живописца часто называют матисом современности он родился 6 августа 1932 года в лондоне ходжкин учился в знаменитом итанском колледже и окончил камбер-уэльский колледж изобразительных искусств в лондоне и школу де-факто академию изобразительных искусств и дизайна и учился кстати он там прекрасно человек владел всевозможными направлениями живописи ну еще бы столько отучиться но само собой что он владел еще и академической живописью над чем собственно останавливается большинство отечественных мастеров но ходжкин пошел дальше и знаете не прогадал в начале 70-х годов 1970 ими виду язык абстракции становится все более понятен публике и конечно же он набирает свой оборот и свою популярность и как раз в это время начинает свой творческий путь говард ходжкин он много путешествует по теплым странам наслаждается не только теплом но и яркими красками и традициями и все это перекладывает на холст однажды он посетил индию и эта страна просто сразила его напомал своей культуры своим колоритом своими интерьерами и экстерьерами его настолько это привлекло что на протяжении всего творческого пути он возвращался вот к этому духовному яркому из индии а кстати на втором месте у него была венеция наиболее известными работами абстракциониста стали такие картины как девушка на софе дождь строго личная в дальнейшем они превратились в его такую визитную карточку на разнообразных творческих мероприятиях первая персональная выставка ходжкина состоялась в лондоне в 1962 году в 1984 он уже представлял великобританию на венецианском бениале а год спустя в 1985 стал лауреатом престижной премии имени тернера еще спустя семь лет королева великобритании елизавета вторая возвела ходжкина в рыцаре британской империи а в 2003 наградила орденом кавалеров почета художник также придумал 12 постеров для летних олимпийских игр в лондоне в 2012 году он ушел из жизни на восемьдесят четвертом году в одной из лондонских больниц художник на самом деле предчувствовал свою смерть а потому вкладывал в работы в последние работы особенно яркие цвета думаю это ощущение конца жизни осталось не так уж много времени осторожно двери закрываются именно такими были его последние слова в последнем интервью одно можно сказать точно говард ходжкин состоялся как художник имеет кучу высших наград и его картины большинству из нас не по карману я очень люблю работать с детьми потому что в них есть та самая индивидуальность и непосредственность которые еще не сломлены стандартами и правилами именно поэтому практические части передачи этой передачи ведут дети сегодня или на токио совсем на чуть-чуть узнать каково это быть говардом ходжки нам нет она не будет копировать его работу ни одну из них но она просто проникнется в них и попробует написать так как написал бы наверное говард ходжкин если бы он был бы жив в эту самую минуту смотрим привет с вами токио сегодня я буду рисовать картину по мотивам говарда ходжкина сейчас мы берем на влажную кисточку светло-зеленый накладываем его волнами так скажем будет так сильно много слоев не надо накладывать теперь мы берем чисто белый и делаем несколько таких мазков допустим вот здесь здесь можно добавить чтобы было получше мы берем маленькую кисточку и никто не знает что это вот это вот в эти белые мазки мы добавляем сердцевины желтые не знаю есть у него подснежник но теперь у нас получился подснежник мы берем ультрамарин и смешиваем его с белым сейчас я делаю капельки потому что картина у нас называется весенний дождь если получаются капельки просто делаем запятую если бы город ходжкин рисовал полямку с белыми цветами она выглядела бы примерно так картину нарисовать я нарисовала но теперь ее надо преобразить мы берем вот такую голубую рамку голубая она потому что это будет нашим небом с помощью скотча я зафиксирую картон вставляем в рамку нашу прекрасную картину вот и готова моя картина по мотивам говарда ходжкина абстракции это такое направление в искусстве которое понимают далеко не все но очень многие покупают я задалась вопросом почему почему люди покупают абстракцию представьте что лето и вы лежите на лужайке на лугу и смотрите в небо а в небе плывут облака и в то время пока наши глаза разглядывают взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара наш мозг ищет какое-то сходство сходство с чем-то знакомым поэтому мы видим зайчиков машинок лошадок или чего-то там еще думаю что с абстракция дела обстоят примерно также нужно глядеться внимательно и что-то увидеть увидеть то что не видят другие но мне кажется в этом тоже есть свой плюс в этом то и интерес так что если вы тоже решили стать художником обращайтесь я вам с удовольствием в этом помогу с вами была мария мистерова художник и любитель творческих экспериментов пока